Здравствуйте, мои дорогие гости! Меня зовут Мария, и сегодня я приглашаю вас к себе на завтрак. Мы – сибирские немцы. Да, в основном немцы проживают на территории Германии, но и в России, а в том числе и в Омской области, немецкая диаспора представлена достаточно широко. Немцы занимают четвертое место по численности, уступая русским, казахам и украинцам. В моей семье есть легенда, что еще мой далекий прадед при Петре I прибыл в Россию на службу, а вот и уже его внук отправился служить в Сибирь. Изначально на территории Сибири немцы строили дома из пластов земли, так называемые пластянки, а уже позже стали возводить дома из саманового кирпича. Несмотря на то, что данные жилища кажутся простыми, дома были необычайно чистыми, уютными и обставлены были хорошо мебелью. Подобная деревянная мебель стоит дома и у моей бабушки, и эту мебель еще смастерил собственноручно мой дедушка. Сама же бабушка для уюта в доме мастерски вяжет кружева, а также мастерит шпрухи, чему научила и меня. Рядом с немецким домом очень часто ставили летние кухни, где семья принимала пищу в теплое время года. Обязательным для немцев являются три приема пищи – завтрак, обед и ужин в строго отведенное время, что отражает немецкий национальный характер, стремление к дисциплине и порядку. Ни один прием пищи у нас не обходился без выпечки. Моя бабушка умело пекла хлеб, булочки, кренделя, а затем остужала эти изделия на специальной решетке для хлеба. Очень часто на завтрак мы делаем бутерброды. Даже само слово «бутерброд» немецкого происхождения, где «бутер» означает масло, а «брод» – хлеб. Кстати, в Сибири немцы разводили очень много крупного рогатого скота, как раз-таки для производства молочных продуктов. Взгляните на форму для масла со специальным тиснением на крышке. Дело в том, что немцы часто производили молочную продукцию не только для своего потребления, но и на продажу. И отпечаток на масле помогал быстро найти нужного производителя, выбрать качественный товар. Часто на наших столах встречаются мясные блюда. И самые любимые – это колбасы и сосиски. Посмотрите на пресс для колбас, который встречался во многих немецких хозяйствах. А вот специальная форма для подачи сосисок, специально с крышкой, чтобы блюдо не остывало. Традиционным утренним напитком для нас является кофе. Однако в Западной Сибири кофе было достать достаточно сложно. И моя бабушка предпочитала его аналог – цикорий. Напитки она готовила как на воде, так и на молоке. Как видите, в национальной немецкой кухне здесь, в Сибири, переплелись и традиции, привезенные переселенцами из Европы, а также необычные явления, которые складывались прямо здесь, на территории Сибири.